Всем привет! Особенно любителям кошек. Это будет непростое видео, поэтому лучше вам ее не смотреть. Потому что это будет не видео, которое осуждает кого-то или чью-то культуру, а просто видео про факты. Про факты, в которых, к сожалению, едят кошек в качестве обычной пищи. И этот феномен встречается в различных культурах в качестве части традиционной или региональной кухни. Хотя в большинстве стран кошек рассматривают как домашних питомцев и запрещают их употребление в пищу из-за этических и культурных соображений. Некоторые культуры, особенно в некоторых регионах Восточной Азии и Африки, имеют историческую традицию употребления кошек в пищу. Для нас звучит дико, но для них это вопрос выживания или вопрос культуры. Например, в некоторых провинциях Китая и Вьетнама, Корее и некоторых регионах Африки кошки могут быть использованы в кулинарии. Однако стоит отметить, что в современном мире практика употребления кошек в пищу вызывает огромные этические и культурные дебаты. И во многих странах она является незаконной и не принимается обществом. В большинстве разных стран кошки рассматриваются как домашние животные, а не как источники пищи. Но раз вы окончательно решили смотреть это видео до конца, то вот некоторые интересные факты. Кошачье мясо употребляется в пищу в Китае и Вьетнаме, однако в трудное время кошек ели и в других странах. Например, во время голода в блокадном Ленинграде. В 1996 году в аргентийской прессе писалось об употреблении кошачьего мяса в пищу в трущобах города Росарио. Но на самом деле такая информация была в СМИ Буэнос-Айреса. В 2008 году сообщалось, что Кошатина является основной частью рациона жителей Гуандуна в Китае. Туда свозились кошки с северной части Китая, а одна компания поставляла до 10 тысяч кошек в день из разных районов Китая. Протесты во многих провинциях Китая привели к тому, что местные власти города Гуанчжоу приняли решительные меры, направленные против торговцев кошками и ресторанов, предлагающих их кошатину в меню. Хотя закон, запрещающий употреблять в пищу кошачье мясо, так и не был принят. В ресторанах применяются варварские способы истязания животных, их доводит до состояния близкого к смерти и погружает в кипящую воду. Считается, что из-за огромного количества адреналина в крови животного перед смертью мясо становится более нежным и вкусным, как бы это ни вызывало отвращение. А сейчас шок-факт. Свежую тушку кошки зачастую выдают за кролика, так как без кожи, хвоста, головы и лапок их тушки выглядят очень похожими. Различить их в таком случае можно лишь по лапкам. Именно поэтому при продаже разделанного кролика оставляют лапки, покрытые шерстью. В испаноговорящих странах существует выражение dar gato por libre, которое значит подсунуть кота вместо зайца. Как вы думаете, ведь не зря так говорят. А в Португалии выражение comprar gato por libre значит купить кота вместо зайца. В частности, в Бразилии кошачье мясо считается отвратительным, и жители зачастую боятся покупать барбекю в общественных местах, спасаясь и опасаясь в то же время, что оно сделано якобы из кошатины. Так как в подобных заведениях не соблюдаются гигиенические нормы и практически невозможно установить происхождение мяса в Бразилии, зачастую их продукцию в шутку называют curasco te gato, то есть кошачье барбекю. В России по этому поводу существует даже шутка «Купи три шавермы, собери кошку», а также выражение «Пирожки с котятами». А вот вьетнамцы кошатину употребляют в целях оздоровления, полагая, что это мясо помогает при астме, туберкулезе, сердечных и других заболеваниях. На Зальвем дворе вьетнамских ресторанов часто можно увидеть клетки с разномастными кошками. Явный знак того, что заказывать мясо в этом заведении лучше не стоит. Считается, что жители города Винченцо в северной Италии также едят кошек, хотя последний факт этого имел место несколько десятилетий тому назад. В феврале 2010 года известный итальянский гурман был раскритикован в телевизионном шоу за то, что рассказал о недавних случаях употребления в пищу кошачьей тушенки в итальянской области Тоскана. Во время голода, Первую и Вторую мировую войну в Европе зачастую выдавали кошатину за мясо австралийского кролика. В некоторых вьетнамских ресторанах блюда из кошатины в горшочках продают под названием «маленький тигр», а внутри этих заведений зачастую можно встретить клетки с кошками. Продолжение следует... Продолжение следует...